Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Прощальная беседа Господа с учениками, часть 4, Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 15 по 21 стих. В предыдущей части беседы, в этой же 14 главе, апостол Филипп просит Господа Иисуса Христа «Покажи нам Отца, и довольна будет для нас». Но Господь отвечает «Видевший меня видел и Отца». При этом ответе евангелист Иоанн Богослов использует греческий глагол «орао» – смотреть, видеть, что-то непосредственно, явным образом, то, что можно увидеть. И это очень важно, потому что Христос в ответ на просьбу апостола Филиппа хочет сказать следующее. Для того, чтобы представить, составить себе представление о каком-то веществе, нужно увидеть что-то сделанное из этого вещества. Невозможно понять, что такое золото само по себе, если ты не увидишь, например, статую, сделанную из золота. И тогда можно понять, что есть золото. Вот так же и ты, когда смотришь на меня, да, ты видишь внешность человека, ты видишь мою человеческую природу. Но поскольку ты видишь не только природу, но и личность, обладающую этой природой, а в личности и божественная, и человеческая природа, то ты видишь не только меня, но и другого, обладающего божественной природой, а именно Отца Небесного. А вот дальше Господь в 14 главе хочет указать ученикам на то, что хотя Он идет ко Отцу, но будет некто иной, который их учеников будет постоянно поддерживать, им помогать, за них ходатайствовать, их ограждать и утешать. Однако, прежде чем Он раскрывает эту величайшую тайну Святой Троицы, Он вначале говорит, 15 стих 14 главы, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Итак, получается, что любовь, которой ожидает, которую желает от нас Господь Иисус Христос, должна носить прежде всего практический характер. Ибо многое можно говорить, а вот исполнить это уже труднее. Если человек только говорит, но при этом не исполняет, то тогда, конечно же, в этом нет никакой пользы. Итак, настоящая истинная любовь к Богу в исполнении Его заповедей. Сказав это, переходит к тому, что кроме Отца и рожденного в вечности Сына, есть еще и третье лицо Святой Троицы. 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Почему говорит «я умолю»? Нет ли здесь субординации между Отцом и Сыном? Нет, субординации здесь нет. Но в этих словах можно видеть указание самого воплотившегося Сына и Слова Божия на то, что именно Отец является источником Божества. Отец привечно рождает Сына, Отец привечно изводит Духа Святаго. Это все происходит в вечности еще до сотворения мира. Но поскольку Он Сын Божий, после распятия на кресте и после вознесения вернется к Отцу, то дабы поддержать учеников, необходимо умолить Отца, дабы через Него Сына в мир был послан во времени Святый Дух, Третья ипостась Святой Троицы. Но вначале называя Третью ипостась Утешитель, греческий термин параклитос означает ходатай, защитник, адвокат или утешитель. Утешитель именно потому, что защитник, ходатай и адвокат. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Почему другого утешителя? Потому что Сам Господь Иисус Христос также является для нас утешителем. Именно этот термин параклитос, но по отношению ко Господу Иисусу Христу, использует евангелист Иоанн Богослов в своем первом послании, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая параклитос перед Отцем Иисуса Христа, праведника». Интересно, что святой апостол Павел, который проводит точно такую же мысль, что ходатай перед Отцом за нас, Иисус Христос, употребляет несколько иной греческий термин «меситис», то есть посредник – это лицо, которое действует к примирению разных сторон, миротворец. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник, меситис, между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Итак, Господь Иисус Христос также является для нас и утешителем, и защитником. И вот Он, отходя к Небесному Отцу, умолит Отца, дабы через Него, Иисуса Христа, Отец послал верующим другого ходатая и утешителя. 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Другое наименование, которое Христос употребляет по отношению к Третьему Децу Святой Троицы, это Дух Истины. «Топневма тис алифиас». «Топневма» – Дух. Но нам также с вами известно и то, что этот термин может означать «ветер», «ветерок», «дыхание» и в том числе и Дух. Совершенно не случайно Христос употребляет термин «дух», потому что через это указывает. Если вы ждете, что будет еще воплощение Третьей Ипостаси Святой Троицы, то это не так. Дух для человека, живущего в древнем мире, понятие из сферы нематериального. Поэтому, конечно же, Господь указывает, что только я воплотился, воплотился для того, чтобы через меня вы приобщились к Богу. Но тот, кто будет вас утешать и защищать, он не воплощается, он нематериален, он Дух. И не просто Дух, а Дух истины. Помните, Христос себя чуть раньше назвал воплощенной истиной. «Я есть путь и истина и живот», сказал он ученикам. Но при этом Дух истины, получается, это тот Дух, который и выражает истину Божию, и приводит к Нему, к Иисусу Христу. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Если чуть выше, чуть раньше, когда Христос говорит «видевший меня, видел и Отца», используется греческий глагол «орао», означающий непосредственное видение, то здесь стоит другой греческий глагол, а именно «сэорео». «Сэорео» можно перевести не только «видеть», но и «созерцать». Смотреть в качестве зрителя, долго смотреть. Нам с вами этот глагол известен по существительному «сэория», то есть «теория». Теория – это прежде всего некое созерцание. Созерцание, при котором можно увидеть то, что невидимо, но то, что реально существует. Потому что теории использовались, например, в математике. И, конечно же, если мы рисуем некую схему, абстрактную схему, то есть это видение того, что существует, но в нематериальном мире для древнего человека. И поэтому очень важно, что используется вот этот глагол «созерцать». Мир не сможет увидеть через созерцание действия духа, потому что мир враждебен духу-утешителю. Но ученики, поскольку они стремятся, верующие люди, стремятся ко Господу Иисусу Христу, то, конечно, увидят невидимое через созерцание, увидят действия того духа, который их приводит ко Христу. Мир не знает его и не видит его. Раз мир не созерцает, то он не может и познать на опыте, на практике действий Святого Духа, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не только с вами, но даже и в вас. И что это значит «в вас», Господь скажет чуть позже. Благодаря тому, что Святой Дух пребывает в нас, это дает возможность к особому через дух единению с Отцом и Сыном Господом Иисусом Христом. 18 стих. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Таким образом, Господь показывает, «Хотя придет Святой Дух, но этот Дух утешитель, Дух истины, а значит и мой, через Него я тоже прихожу к вам». Таким образом, вы не останетесь сиротами, ибо вы привыкли за три года общественного служения, что я рядом с вами, я приду иным образом, я буду Небесного Отца, но через Святой Дух буду действовать в том числе и я, а Он будет вас утешать, Он будет вам помогать, а поскольку Его действие – это действие мое, а мое действие – это действие Отца Небесного, то вы не останетесь без Отца, вы не будете без Отцовщины, вы не будете сиротами, вы будете всегда теми детьми Божьими, которых Бог и поддерживает, и направляет. Девятнадцатый стих. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Вновь глагол «теорео», который лучше бы перевести как «созерцать». И в таком случае перевод данного стиха возможен следующий. «Еще малое время, и мир меня уже не созерцает». То есть для мира мое отшествие к Небесному Отцу равносильно тому, как если бы я прекратил свое существование. «Вы же созерцаете меня, а вы, наоборот, будете видеть невидимы, потому что я живу, и вы будете жить. Я живу, я послал вам Духа Святаго, Он наставляет вас на истину, и через Него вы получите ту жизнь, источником которой я являюсь как Сын Небесного Отца». 20 стих. «В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас». Вот оно, наиболее замечательное, великое действие Святого Духа верующих, выраженное в этом стихе. «Ибо если раньше иудеям и ученикам Господь говорил, я и Отец едины, Отец во мне, и я в Отце, но никогда не распространял эту мысль единства также на учеников, ибо великая пропасть между единством Отца и Сына и Святаго Духа в Божестве и, соответственно, их отношением к человеку, то теперь, когда он говорит о дне и времени пришествия Святаго Духа, он указывает через Него, через Святой Дух, возможно, и ваше, конечно, не полное, не такое, как у Отца и у меня, но, возможно, и ваше соединение с Богом через Святой Дух. «В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас». Итак, вы во мне, а я в Отце, значит, и вы в Отце, вы во мне, а я в вас, но Отец во мне, значит, и я в вас. Но это все возможно только благодаря действию Святого Духа. Получается, что наименования, которые Господь Иисус Христос использует в этой части беседы для указания на третье лицо Святой Троицы недостаточны, если не учитывать смысл 20 стиха. «Ибо Святой Дух не только утешитель, не только Дух истинный и Дух Христов, но и тот Дух, благодаря действию которого, через благодать которого, возможно единение с Отцом и Сыном верующих во Христа людей». И завершается эта часть беседы той мыслью, с которой начиналось. А начиналось с мысли о том, что «кто любит меня, тот мои заповеди соблюдет». 21 стих. «Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Итак, соблюдение заповедей Христовых есть наше указание на то, что мы его Христа любим. Но оказывается, если мы его заповеди соблюдаем, то есть его любим, то и нас Христос возлюбит. А если он нас возлюбит, то и Отец Небесный нас тоже возлюбит, в результате нам явится Христос. Но понимать вот эти слова «явится», «явлюсь» необходимо в контексте предыдущих стихов, в контексте значения греческого глагола «theoreo». Это не означает, что Христос нам сейчас при жизни явится, как он являлся ученикам во время общественного служения. Он нам сейчас будет являться через Дух Святый, чтобы мы увидели невидимое, увидели его действия в мире, его промысл в мире. А, конечно же, когда мы будем взяты к Небесному Отцу, то тогда, исполнив на земле заповеди Христовы, мы будем возлюблены им и Отцом Небесным, и уже увидим его явным образом. Итак, велико обетование Сына Божия, Господа Иисуса Христа, обетование тем, кто исполняет его заповеди. Невозможно исполнять заповеди, если не полюбили Бога. Но как полюбить Бога в этом мире злом, порочном, грешном, исполненном беззаконе? Ответ к этому очень прост. Уже Бог нас полюбил. Нам нужно только почувствовать его любовь к себе. Опять же вспоминаем, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, беседу Господа с Никодимом. Раз Он нас возлюбил, раз Он послал Своего Сына, то наша задача открыть свое сердце, принять эту любовь, принять Его помощь через веру в Него, через действие Святого Духа, для того, чтобы, будучи укрепляемыми, и мы с вами могли исполнить Его заповеди, чтобы мы были возлюблены им, Его Отцом, и могли видеть Его промысл в этой жизни и общаться с Господом Иисусом Христом в обителях Отца Небесного в жизни будущего века. Спасибо большое за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Продолжение следует...